понравилось снимать оператор у меня сегодня я бы назвал голодный оператор снимает и снимает вот так вот я станционные веревки смотрите складываю и потом такой шнурок от кроссовок коллеги всем привет новый день новая сегодня буду заниматься герметизация оконных проемов три окна у человека есть проблемы промерзание зимой идет здесь вент фасад его разбирать герметизировать и так далее может быть чего-нибудь вам да покажу всем пожелаю приятного просмотра друзья поехали пойдемте я покажу вам свою привязку привязка у меня классическая через две станции телеграм-чате многие спрашивали димон зачем ты носишь с собой эти станции на хрена да вот классическая ситуация дом 10 этажей даже 11 этажей вот у меня 100 метровая веревка мне бы ее не хватило в принципе привязаться даже вот к этой опоре мне бы ее не хватило поэтому я использую это очень удобно и практично быстренько их перестегнул перенес и спрыгнул с другой стороны то есть вот для этого у меня станции карабины единственные мои стальные карабины я их оставил остальные все раздарил вот такие это у меня один три актовский на основную веревку едут на вторую веревку привязался сверху ограждения кинул потому что мне нужно будет перемещаться потом мне нужно будет выпрыгивать на тот угол замечательный протектор без веревки который съезжает обычная снаряга взял с собой пену герметик шуруповерт буду выпрыгивать здесь сейчас покажу видно не видно не знаю ну и традиционно немножко видов смоленска это киселевка получается да киселевка рита со мной сзади передайте привет комментарии обязательно это вот школа на которой я висел вот видите вот эти композитные кассеты на поясе это вот монтировал их я есть у меня ролик про этот монтаж ссылка на него будет сверху справа это соловьиная роща вот в той части домов я делал утепление даже вот отсюда одно из них видно ну вы наверное не увидите но я вижу вон там она да мы живем вон там сейчас покажу поближе погода сегодня не очень порывы ветра 12-13 метров и стройка вовсю идет я вон там живу вон вышка замечательно которую кстати мы закончили все сняли 105 светильников и всю трассу силовую еще один момент перед пуском сейчас расскажу вам по поводу того как я брал ключи точнее даже мне ключи никто не дал от этой крыши мне ее открыли как работу закончишь позвонишь управляющие мы придем и закрываем еще попросили от от меня наряд допуск вот сколько я работал в челябинске никогда наряд допуски на обычные жилые дома я не делал просто брал ключи показывал документы и все я написал наряд допуск а вы же понимаете как пишется наряд допуск должно быть лицо с третьей группой допуска и допустим со второй группой допуска до 3 разрешает выписывает 2 выпрыгивает то есть член бригады а я в одном лице получается третье лицо второе лицо очень интересный ряд допуска написал все спуск спуск осуществлен снизу естественно и все огородил лента здесь потому что мне работать и на том углу рита пошла вниз будет моим помощником снизу ехать нам до четвертого этажа получается короче едем потихонечку вот так вот здесь выглядит лент посад короче ладно приступая да да все спустился история какая дальше не стал работать потому что нет смысла я разобрал получается открутил подоконник снял пена там есть там все четенько проклеена пленка поверх пена все нормально откуда идет значите промерзание непонятно клиенты попросили запенить я запенил подоконник обратно поставил вместо клёпа кровельные саморезы по бокам вкрутил и все все что я сделал собственно сегодня такая вот у меня работа получилась и кстати такой момент всех друзья с днем космонавтики ну вот рита у нас тут пикник на крыше всех с праздником короче сейчас кофеечку попьем и затягиваюсь бухтуюсь и у меня вопрос такой я сегодня скинул фотографию с мест вот вот этого места эдик из челябинска за что поставил дизлайк ну-ка напиши комментарий дружище купил же я себе тут в телеге я показывал уголки пластиковые забыл проложить специально купил для вот таких вот опор чтобы не портить кровлю забыл взять уголки проложить все бухтую замечательную колонну на этом буду ролик заканчиваю думал что поработаю но так и не поработал как видите все там нормально у ребят оказалось не знаю из-за чего это промерзание идет кому видос понравился традиционно ставьте лайки пишите любой комментарии вы знаете я читаю все комментарии минимум желательно из шести слов также у нас подписчиками есть телеграм-чат ссылка на него в описании под видеороликом закрепленном комментарии переходите если есть вопросы задавайте ответим с удовольствием да и вообще у нас чат очень живой такой активный рекомендую с вами был дмитрий вы на канале дневник альпинистов до следующих встреч всем крепкие веревок контролируемых спусков рите спасибо за помощь ставьте лайк рите всем пока